Торговый день этой недели При этом положительная статистика по США не оказала давления на курс пары. Фундаментальный фонд по евро все еще складывается позитивно. Положительная статистика по крупнейшим мировым экономикам увеличивает аппетит инвесторов к риску, повышает спрос на рисковые активы в целом, в том числе и на евровалюту. При этом средства инвесторов пересекают именно из защитных активов, таких как доллар США и казначейские облигации. Так, доходности 10-летних американских облигаций скачали выше 2,5%. И многие инвесторы ожидают, что начался процесс общего восстановления доверия к глобальной экономике, вследствие чего рисковые активы будут и в дальнейшем иметь неплохую поддержку. Техническая картина по евро складывается также позитивно. Индикаторы говорят о развороте локального тренда вверх. Так, стахастик ушел выше 80 уровня, в то время как ADX откатился к 30 уровню, что вместе указывает на окончание медвежьего тренда и окончательный разворот тенденции вверх. Полоса Бонжера указывает на увеличение волатильности пляжа торговой часы. И таким образом мы сохраняем наше позиционирование по евро неизменным, так как факторов для падения евро валюты сейчас нет. Соответственно и целевая отметка на уровне 1.34 ровно также остается в силе. Австралийская валюта в четверг не показала внятной динамики, несмотря даже на насыщенный внешний фон. Пара австралийско-американский доллар движется в локальном диапазоне 0.9070-0.9170. Поддержать курс доллара Австралии не смогло даже снижение инфляционных ожиданий в стране и общепозитивный фон на мировых рынках, благодаря хорошей статистике по американской и европейской экономикам. Это оставляет эффект отложенного позитива, что предполагает реализацию восходящего сценария в паре в ближайшие несколько дней. И поэтому наше позиционирование по австралийской валюте мы оставляем прежним и ожидаем, что в течение следующей недели будет достигнут уровень 0.93 ровно. Нефть продолжает тестирование психологической отметки в 110 долларов за баррель по марке Brent. Несмотря на явную перекупленность, хорошая статистика в последние дни оказывает поддержку котировкам и дает стимул для дальнейших покупок нефти. Фундаментальный анализ по черному золоту остается позитивным. Статистика по крупнейшим экономическим регионам продолжает выходить положительная, обеспечивая высокий аппетит инвесторов к рисковому активу. Дополнительный интерес к нефти вызван и очередной эскалацией напряженности в Египте, через который проходит свыше 5% всего мирового экспорта черного золота. Техническая картина по нефти складывается нейтральная. Цена тестирует планку в 110 долларов, что подтверждает и технический индикатор. Так, полосу бонжера показывает сужение, что говорит о снижении волатильности собирающей часы. А ДХ все так же находится ниже 30 уровня и сейчас даже подобрался к 15 уровню, в то время как стахастик пока движется между 20 и 80 уровнями, что все вместе указывает на отсутствие трендовости собирающей часы и продолжение тестирования уровня 110 долларов. И в итоге, с ориентацией на фундаментальный анализ мы сохраняем наш прогноз по нефти прежним. Однако мы ожидаем, что у брешей 1-2 дня тренд будет оставаться нейтральным, так как тестирование психологического уровня 110 долларов по марке Brent, вероятно, брешей не продолжится. И тем не менее, целевая отметка в 112 долларов по-прежнему остается актуальной. Фундаментальный фонд сегодня ожидается довольно скудный, однако по еврозоне выйдет несколько важных данных, которые могут определить динамику всего валютного рынка в ближайшие дни. В 9 часов по гринвичу выйдут данные по индексу потребительских цен за июль и данные по торговому балансу за июнь. Ну и кроме того, на настроение инвесторов могут повлиять также и данные по строительству в США за июль в 12-30 по гринвичу, так как в последние два квартала именно строительный сектор являлся главным тормозом для роста американской экономики и в случае сохранения подобной тенденции возможно давление на котировки доллара. На сегодня на этом все, следите за рынком и входящим новостным фоном, удачной всем торговли и до свидания. Продолжение следует...